Всем привет! С вами Маша и Ирина. Здравствуйте! И вы на канале о нашем главном. Сегодня мы выполняем наше обещание. Многим из вас понравилась эта идея. И поговорим о коллекции парфюмов моей мамы. Но в данный момент мы поговорим о коллекции прошлого. Мы делали уже небольшой такой экскурс в историю о маминой парфюмерии. Особенно когда дело касалось молодости, что ты носила, когда была молодая. Вот такую историю небольшую рассказывали. Это видео набрало огромное количество просмотров. И если вы еще его не видели, обязательно посмотрите. Я, если не забуду, ссылку оставлю внизу. В этот раз мы поговорим о не столь недавнем прошлом. О последних, ну можно сказать, наверное, последние 5-7 лет, может быть. Приблизительно. Потому что у мамы в это время была привычка не выкидывать флаконы. Самые красивые. Ну не все, но самые красивые ты себя оставляла, да? Ну вот накопилась коллекция. Да. И вот об этом мы и поговорим. Что мама любила, что пробовала, чем пользовалась последние 5 лет. А в следующем видео мы покажем всю ее действующую коллекцию. На сегодняшний день. Да, действующие коллекции на сегодняшний день. Ну так, с чего ты хочешь начать? Ну, я хочу начать с того, что вся моя коллекция уже выдушенных духов и ту, которую мы обещаем показать следующим, это, конечно, подарки. В основном подарки это Машины, дочки. Поэтому, конечно, мне было это и приятно, и очень дорого. И особенность в том, что очень красивые флаконы. И я решила просто как бы сохранить эту красоту. Ну и эта красота, оказывается, нам может сейчас помочь вам рассказать о том, что же было у нас красивого, интересного, приятного в парфюмерии за последние годы. Ну что же, приступим. С чего начнем? Ну, мне кажется, мы можем начать с того, что ты мне подарила, как напоминание о моей такой... Это, кстати, у тебя был гифт-сертификат, и ты сама себе выбирала парфюм. А точно, 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 да. Это дарила не я, это ты сама себе выбрала. Помогла мне выбрать. Ну, вот, конечно, вы видите и наверняка сразу угадаете, что это фуазон. От Диор. От Диор, да. Ну, он и сейчас напоминает о себе. Вот уже спустя как минимум 5 лет, да? Как минимум 5 лет он напоминает о себе, мне кажется, даже больше. Конечно, это, наверное, были какие у нас годы? Наверное, это были 90-е, да? Да нет, ну что-то. Это уже было середина миллениума. Нет, нет, когда начиналось, только начиналось, вот эта вот любовь к пуазону, это более такие большие пузыречки были, но узнаваемые, я так предполагаю, что вы узнаете это, да. До сих пор запах этого знакомого всем аромата до сих пор. Чем он тебя привлек? Ну, вы знаете, наверное, тогда, когда только появилась на рынке вот эта вот красивая, вот этот красивый флакон и духи, они были новинкой и редкостью, ну и, конечно, я бы сказала, престижностью у каждой молодой. Ну, каждой женщине, неважно, сколько ей было лет, вот. Но мне кажется, этот аромат, он, конечно, все-таки не девичий, а уже такой женский аромат, такой женщина, которая знает, что она себя представляет, знает про себя много что. Вот, вот он такой. Вот, конечно, он не дневной, хотя, конечно, вы понимаете, что завладев, обладая таким ароматом, многие женщины душились и днем, и утром, и вечером. Да. Это был один из престижных. Не выбирая времени. Да, 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 да. Вот так. А, кстати, мне про это интересно, что ты думаешь. Кстати, ты знаешь, что вот этот аромат, он сейчас является большой такой вот снятостью, и некоторые за ним гоняются. А редкостью, да. Это не что иное, как Sun, Moon and Stars от, по-моему, это Лагерфель, да. Это Карл Лагерфель. Карл Лагерфель. Я тебе его подарила. Ты мне его подарила, да. И как у тебя с ним было? И я помню, что он был мне близок, поскольку тут были очень много пудровых нот, да, и тоже такая вот смесь и цветов, и фруктов, и какой-то фантазийности. Но, тем не менее, уже немножко к тому моменту из баловной подарками, мне даже он показался что-то даже и не очень сложным, и какая-то даже простота. Вот, вот, казалось бы, да, проговорили, и пудровость есть, и какая-то фруктовость, и цветочность. И, тем не менее, вот он казался простоватым. Вот мне он таким казался. Сейчас у меня он казался, как классическая сладкая карамель, которую вот ты сосёшь. Не вкус карамели, да, как типа аля сгущенки, а именно вот карамельки, которые ты кладёшь за щёку и сосёшь. Какая вот неопределённая какая-то карамельная сладость. Но вот больше, честно говоря, я тоже в нём ничего такого не заметила. Но сейчас он, оказывается, это большая редкость. Вот ты знаешь, вот ты мне говорила, что некоторые духи должны настояться. А вот сейчас, когда я нюхаю остаток, да, уже как-то он простоял, тут уже ничего. Ну, там на самом... Нет, немножко есть на самом донышке, но уже не выдушивается. А вот сейчас я даже какие-то сухофрукты учуяла. Ну, может быть, да. Да, вот даже. Ну, вы знаете, самое интересное оформление флакон, луна, звёзды, да, всё. Так, особенно... В общем, Карла Герфельд неплохо, но не... Да, но как-то не фаворит. Знаете, вот бывает, ты ждёшь чего-то особенного, и вдруг такое расчарование, что ничего особенного ты и... Как-то тебя ничто не поразило, ничего тебя так вот не очаровало. Ну, давай дальше по каким-то сладостям и тяжёлостям. Ну, вот один из ароматов... Жан-Франко Ферре. Жан-Франко Ферре. The essence of essence. Вот я помню, что мне он очень понравился тем, что вот он мне напоминал что-то удивительно знакомое. То ли ладан, то ли амбру. И это смешано было и с деревом, и с цветком. Сейчас, конечно, у него нет крышечки, он совершенно ничего не даст, но просто осталось воспоминание, что мне он очень нравился. Он такой был амбровый тягучий. Да-да-да, он был как-то так вот, всё как-то вот напоминало такое вот. Вот я говорю, и ладан, и амбру, и вот что-то в нём, и деревяшечку какую-то. Ну, и, естественно, и цветочные компания. Ты его очень любила. По-моему, у тебя было два флакона всего. Ну, вот этот... Один раз давно-давно, если я покутала, а потом мы это дело повторили. Это Жан-Франко, да? Да. Так, ну, давай следующую сладость. Ну, это не совсем было сладостью. Мне не кажется, это сладким? Нет, это не казалось сладким. Мне кажется, это прям такая классическая гурманская сладость. Нет, тут уже, тут уже ничего. Нет, что-то... Мы говорим о Вере Ванг, Long Walk Princess. Ну, надо сказать, посмотрите, какое необыкновенное совершенно оформление, да? И профиль, и, знаете, как вот огранённый кристалл в такой виде сердца. Да, как сердце. И даже вот такая крышечка интересная, которую я даже вам рассказывала, по-моему, когда мы представляли духи, что я даже носила его как украшение. Вот там Маша сделала мне кулон. Да, и я даже как-то его пару раз вот так решила выгуливать смашенным кулоном. Он прям очень сочетался, такой зеркальный. И вот я, значит, пыталась даже использовать эту крышечку. Я с удовольствием им душилась. Но вот тем не менее, мне он не казался сладким. Мне он казался цветочным. Ну, цветы тоже вы знаете, что мы об этом тоже говорим. Цветы тоже по-разному пахнут, да? Поэтому то, что даже он рок-принцесс, да, в этом... В нём было что-то такое не просто цветочный аромат. В нём какая-то такая была и дерзость немножко, да? Ты знаешь, я его запомнила. Вот этот флакон, когда я тебе купила, он мне безумно нравился. В итоге, спустя какое-то время, я купила себе второй флакон. То есть себе. Один был мамой, другой себе. И мне тоже что-то вспоминало, что там была какая-то и дерзость, что-то такое вот, что-то, что вот немножко давало ему какую-то особенность. Но когда я купила себе ещё один флакон, и это уже было, когда я открыла для себя и артизанов, другие, да, паркилмарки. Другие более нишевые марки. И мне он тогда вот как раз показался просто каким-то таким гурманско-сладким. Очень-очень приятным, но каким-то... Ну, не твоим. Не запоминающимся. Вот уже после всего, что мне открылось в том году. Это, по-моему, я купила себе второй флакон 2017-й, ну что-то вот такое. И в итоге вот этот флакон мама закончила, и сейчас у неё стоит мой второй. Да. С удовольствием ты у меня его забрала. Да, потому что он мне как раз подходил, мне кажется, вот на конец лета. Мне казалось, это то, что вот надо. Так, ну давай ещё одну сладость. Ну, это не сладость, это тоже духи, это Джессика, да? Это Джессика, нет, это Дженнифер Анисон. А, Дженнифер Анисон. Смотрите, какой приятный флакон. Ой, она сейчас пахнет. Да. Вот он... Весенние цветы. И ландыш тут, да? Я бы не назвала его весенним цветом. Для меня это очень сладкие, манкие, тяжелые цветы. А для меня весенние цветы, представляете? Ну, это такой ландыш, и жасмин, и жасмин, и ландыш, это вот что-то такое. Ты чувствуешь весенний? Я вот, намешанность вот этих первых цветущих каких-то цветов. Мне он кажется вот таким вот прям вот сладко-медовым, тяжелым. Смотрите, как интересно. Я с ним хорошо очень засыпаю. Как он симпатично выглядит, да? Вот это не просто так. Редкий пример селебрити парфюма, который сделан великолепно. Он для меня вполне на уровне и с люксом, даже с некоторой нишей. Я с удовольствием брала его в прошлом году в отпуск, гуляла по Калининграду. И вот прям вот я только им душилась, душилась. Ну, он небольшой. Я прям с удовольствием его повыдушила. И ты знаешь, я согласна с твоим первым впечатлением от этих духов, да? А что он напомнил тебе духи моей мамы? Ну, какой-то вот поколение бабушкиных духов. Да. Не плане того, что он альдегидный или пыльный. А вот именно, вот я думаю, все вот эти ландыши жасмины, они вот теперь, по крайней мере, для моего поколения неизменно ассоциируются с поколением бабушек. Вы, конечно, понимаете, что... Если, допустим, я не очень была избалована в своей молодости, то уж моя мама, естественно, вот поколение бабушек, тем более, были не избалованы. И мы говорили о первых духах, которые вот приходят к нам с детства от наших родителей. Это, конечно, и Красная Москва, и Лесной Ландыш от Северного Сияния. И такие вот нотки жасмины. Простенькие духи, конечно. У них, у каждой было, ну, максимум, там, я не знаю, один... Ну, у моей мамы был один флакон всегда. Я редко у кого-то, у женщин, там, я могла в гостях бы, да, видела, чтобы там-то коллекция была. Вот, ну, уже мое поколение, конечно, уже больше могло позволить себе чего-то. Но это я бы не сказала, что это там было 10, допустим, ароматов. Ну, мне кажется, максимум 2 или 3 уж это вообще шикарно. А так вот, допустим, ну, вот подарок, допустим, подарили тебе на день рождения, на 8 марта, и ты прям душишься, и это прекрасно. Ну, уже сдушись на что-то на другое, можно переключиться. Ну, а вот я, помните, рассказывала, вот это вот, наверное, 80-е, 90-е, злато с кипом. Но это неоднократно я покупала. Это был период, что я настолько была влюблена в этот аромат, что я его неоднократно себе помимо подарков покупала. А так, конечно, уже начинали входить на рынок французские духи, естественно, это уже, мы уже много что знали, помимо нашего советского рынка парфюмерного. Ну, и вот это, наверное, трехгодичные давности очень мне понравился. Это очень известный такой, да, вот мы все узнали. Это Леди Гага, ее первый аромат, в котором даже запах белладонный, еще бог знает чего там заявлялся. Он такой, вроде такой агрессивный такой, да? Но при этом аромат сам по себе такая очень сладкая нежнятина, я бы сказала. Это какое-то, вот для меня это было какое-то варенице такое легкое. А для меня нет, для меня это нет. Для меня это не просто варенье. Я там чувствовала цветы различные, и такую какую-то фантазию. Знаете, даже отчасти почему-то мне он напоминал что-то знакомое, может быть, даже от поозона. Я не знаю, отчасти, вот что-то мне знакомое и любимое, в нем услышалась нота, и он мне не казался чисто сладким. Он мне казался таким даже, ну, таким фантазийным. Ну, видите, как я хорошо вышла, я помню, сколько я комплиментов слышала. Кто у вас с таким духами душился? Что это за духи? Да? Тебе много комплиментов именно по поводу Леди Гага? Да, да, да. Леди Гага фейн, дорогие друзья. Стоит копейки, хотя, может быть, уже и снял с производства давно не видела. А вообще, недорогой парфюм. Ну, это куда-то 13 лет, мне кажется. Для меня все-таки, ну ладно, мы об этом еще поговорим. С Силеперти парфюмом у меня очень высокие притязания, поэтому мало кто мне нравится. Я считаю, что Дженнифер Анистон, вот этот ее оригинальный парфюм, очень высокого качества. Еще один бренд, о котором мы тоже поговорим. Вот Леди Гага как-то пока меня, честно говоря, не впечатлило. И даже Сара Джессика Паркер как-то так. Ну ладно, это уже мои заморочки. Следующая сладкость, мы разбираем сладости, это Juicy Couture. Ну вот, надо сказать, что вот это так. Это вот современная попа, слипательная гурманская вареньевая сладость. Вот, надо сказать, вот милашка такая, да? Да, вот этот прям горный хрусталь граненый. Ну это, конечно, нет, это не хрусталь. Нет, нет, но мы говорим, да, впечатление, да? Вот, вот сделано, да. Ну никак, вот ну никак. Вот я не могу сказать про себя, что вот там много нравится, но не все, вот ну никак. Так отдушила, без особого добычного. Так, отдушивалась так как-то, вот, для разнообразия, никак. Хорошо. Вот это для меня была слепая покупка, которую я тебе отдала. В общем, это был такой эксперимент. Это Rouge от Hermès. Это один из их стареньких ароматов, боже мой. Классика такая от Hermès, да? Нет, снимается. Снимается. Да, это классика, но вот он, он не просто сладкий. Там прям так, ду-ду-ду. А вот ты знаешь, а мне он казался не просто сладким. Он не просто сладкий, там все серьезно. Там и какая-то горчинка какая-то, и холодинка. Вот как-то вот... Седло чувствуешь, дорогой лошади? А, кожу, типа кожа? Чуть-чуть, да. По идее у Hermès у всех такое немножко... Наверное, да, вот это вот так... Кожаная база слегка. Я бы, знаете, что сказала, какой момент, вот впечатление, да? Я в нем почувствовала почему-то мужскую ноту. Бывает иногда пройдет молодой, красивый мужчина, да, и от него так приятно пахнет. И вот в Hermès я почувствовала какую-то такую мужскую ноту. Я не знаю, смогла бы я его вытянуть или нет. Он такой... Он непростой, да. Он непростой, да. Им каждый день не хочется души. Им по настроению. Ну, все-таки, да. Что-то тут такое... Мне даже теперь стало интересно его еще раз попробовать, если честно. Вот муж сказал. Хотя, когда я его купила, но я тогда еще не была... Вот это было очень давно. Я тогда еще не была настолько в курсе всех этих... Змолистых, ладанных, кожаных нот. Я фанатела... Не так просвещенная была в Картумере. Да, я фанатела по коллеж деликат. Я до сих пор плачу горькими слезами, что вы сняли для меня. Это был вот ромат детства. Объяснить, что именно из детства я не могла. Ну, я думаю, ну, значит, все мне должно нравиться. У Hermès такая простая логика. Я купила этот руж, я поняла, что я его не потяну. Это только мама сможет такое вытянуть. И то я его так вот души... И то-то так по чуть-чуть, да? Да, да, да. То есть по настроению. Это сложная история. По настроению, знаете, как бывает. Вот ты смотришь, думаешь, вот это сегодня, мне вот это хочется. Как-то так интуитивно. В общем, да, с ним я еще, кстати, хочу познакомиться еще раз. Хотя бы затесить, как-то восстановить впечатление. Вот такое знакомство было интересное благодаря Маше. Ну, вот это, конечно, любовь с первого раза, с первого пшика. Я вам его везла просто бутылями, тебе и твои подруги. Наверное, я бутылки три точно выдушила. Одну оставила на память. И, наверное... Парочку. И парочку подруги моей, да. Подруги, потому что здесь нигде покупать это было невозможно. Это Зайцев, Маруся. А за границей он стоит копейки. Вот просто парадоксально. Вот этими духами, как мне кажется, этим ароматом. Вот я доросла до него. Да? Потому что я раньше вот эти вот все какие-то вот спецовые шипры какие-то не любила. Вот знаете, вот этими духами... А сейчас прям очень даже... Вот там есть все тоже, да? Но он не тяжелый аромат. Он не тяжелый, но при этом... Он очень приятный. Он приятный. Восточные специи, немножко шипровые для тех людей, которые боятся и специй, и шипровых, и не уверены, что это вообще ваша история. Ну, как-то познакомиться, попробовать что-то хочется. Вот это хорошее такое введение в восточные специи. Знаете, мне кажется, именно этими духами можно душиться каждой день. Ты ими обливалась просто. Да, да, да. Просто вот это. Это далеко не первый флакон. Да, да, да. И посмотрите, какое прекрасное оформление, да? Какое прекрасное оформление. Они были и поменьше, да, по-моему, да, форматом такие вот миллилитры, поменьше такие же вот башенки. Купи тебе еще один. Да, можно. Хорошо. Так, и перемещаемся мы еще к одним сладостям. Да. Это... Посмотрите. Два флакона тут. Просто шапки-мономахи или какие-то короны, да? Да. Просто вот. Это оригинальный бодуар от Vivienne Westwood и фланкер Mon Boudoir. Мой бодуар и просто бодуар. Ну, расскажи. Ну, вот мы как раз вспоминаем, да, когда мы первый раз рассказывали вот об этом бодуаре, когда Маша говорила, мама, он меня душит. А вот я говорила, а меня он не задушил. Да. Я купила его после того, как я влюбилась в англоманию и поняла, что я не вытягиваю совсем. Но опять же, у меня был тот период... Удивительно, что я вообще англоманией могла пользоваться, потому что я не любила ни сладкие, ни пыльные, ни пудровые ароматы. А вот тут пудровость, это просто что-то. Вот если это смешать, вот это вот ваниль вот с этим шиповником, вот тут такая же магия для меня была. Вот удивительно, почему-то у меня такое сравнение. Я обожаю ваниль, вот в печеньях, в тортах, ну, везде вот ваниль, вот если даже выбирать, допустим, пломбир, ванильный. А что ты скажешь про Мон Бодуар? Это такая должна была быть более девичья, облегчённая версия. Я, по-моему, ты его выпжигала и даже не заметила. У меня какое-то было ощущение, что он как-то вот совсем... Вы знаете, а вот Мон, он по сравнению вот с этим, да, в нём нет такой пудровости, в нём цветы. Но с другой стороны, тогда, получается, теряется общность. Такое ощущение, что у нас спокойно могли быть просто другие духи. Ну вот смотри, вот, допустим, если здесь я сказала, вот дала впечатление, когда вот тут твёрдший пумник, ты прям нос опускаешь, вот эту цветущую розочку оттуда, и всё, и ты прям вот как будто тебя закипнотизировали. И плюс вот ваниль такой. Здесь, здесь именно цветы. Здесь нет этой ванили такой, я бы сказала, вот этой пудровости. Здесь просто цветы. Да, он кажется... И ёмкое напоминание только, что они из одной серии, потому что я говорила, что здесь... Он кажется, очень цветочным, да. Очень цветочным. Я бы, на самом деле, я не понимаю, зачем они назвали его Мон Бодуар, потому что я между ними прям такой вот общности я не вижу. Они очень разные. Ну, явно нет, конечно, явно нет. Ну, может быть, так, где-то намёк каким-то. Слегка, прям тонкий намёк. Ну, посмотрите тоже, какое оформление. Ну, как бы у меня оставить такие вот флакончики, да. Такое напоминание о чудесном моменте, когда я душилась этими духами. Ну, и теперь... Вот, посмотрите. Ёлочка. Ёлочка гори. Раз, два, три, ёлочка гори. Я вам даже их разверну все вместе. У нас три флакона. Вот это любовь, да. Виктория Пекхам. Обнимашки, обнимашки, обнимашки. Это наши любовь к Викфюм, как я его называла. Смотрите. Такая классика, такой кубик, да? Оформление такое. Простое, строгое. В то же время оно так приятно. Я выдушила два или три флакона, и у тебя три. Ну, конечно, у тебя даже было больше, нет? А ты знаешь, мне кажется, наверное, два таких у меня было. Да, два маленьких, один побольше, и один, вот это, кстати, самый большой. Немножко другой, по-моему, этот аромат. Это был фланкер, да. Это был какой-то Un-Intimately Beckham Yours. Он был больше такой желто-цветочный. Да, 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 да. Немножко такая, какая-то вот солнечность была в него добавлена. В то время как оригинальный... Медовость какая-то, да. Да, Intimately Beckham, оригинальный, он более такой вот суфлейно-розовый. Да, а здесь какая-то такая медовость, как будто ложечку туда мёда майского, майского лёгкого или липового. Смято, стоит столько же, сколько и ниша сейчас, как это не парадоксально. Поэтому, да, это, наверное, последнее вот... Виктория, спасибо тебе огромное. Потрогайте эти бутылочки, да, прожили много прекрасных лет вместе. Только подарили приятных минут. Ну, ничто не остается на месте, появляются новые парфюмерные марки какие-то, уходят, какие-то появляются. Так что спасибо большое тебе, дорогая. Да, это было прекрасно. Это было прекрасно. Ну что же, остаются у нас уже более цветочные и какие-то такие лёгкие, зелёные и даже фруктовые ароматы. Знаешь, чего мне хотелось бы посвятить? Два аромата, которые, мне кажется, сильно отличаются от всего остального. Первый, я его купила вслепую для себя, но потом поняла, что носить не могу. Сейчас быстренько скажу, почему. У меня вот есть такая привычка, такой спортивный интерес. Я люблю находить скрытые, неизвестные какие-то жемчужины в люксе или в бюджетной парфюмерии. Это, думаю, всем интересно. И зачастую многие выпуски прошлых лет, там 90-х, 80-х, начало 2000-х, их можно купить за копейки, но их негде понюхать. И вот это была покупка вслепую. Это у нас Ted Lapidus Silk Way. Шёлковый путь. При него очень красиво кто-то написал на фрагрантике, и я соблазнилась. Он действительно тонкий, интересный аромат, но для меня, я вот сейчас скажу, чувствуешь себя или нет, но на мне постоянно влезала какая-то зелёная аптека. Не знаю, что это, анис, какая-то травка. Трава, которая тебе не очень нравилась. Которую я ассоциировала с какими-то медицинскими отварами травяными. И поэтому я отдала его тебе. Вот что ты скажешь? Да, вот ты знаешь, бывают такие моменты, вот допустим, мы же все там, петрушку, укроп нам знакомо, допустим. А кинзу любят не все. Так и у тебя была какая-то травка, которая тебе... Какой-то, по-моему, там анис какой-то есть, мне кажется. Нет? Очень точно сказала. Он сладковатый. Да, анис. Точно-точно сказала. Но поскольку тут есть цветы... В силкой? Такие медовенькие, вот. Я, анис этот, как бы, меня он не душил, меня он не раздражал. Я тут какие-то медовые, вот медовые цветы же по-разному пахнут. Я чувствовала здесь какие-то цветы, которые медовым запахом. Вот, помимо аниса, я их чувствовала. Ну, он не долго, по-моему, держался, да? То есть он так быстро слетает. Ну да, я бы сказала, что да, он как-то так... Ну, знаете, какой момент? Мы тоже об этом говорили, что часто, вот вы подушились, да? Вы чувствуете, а потом вам кажется, что от вас ничем не пахнет. А другие чувствуют, когда вы проходите, вот, что этот все-таки запах у вас есть. Вот не было бы здесь этого, этой ноты, какого-то этого травяной, типа анисовой. Ну, это тоже... Я бы еще раз с ним познакомилась. Он действительно, понимаешь, он не крикливый, не синтетически цветочный, он не сладкий, он не какой-то специевый. Нет там таких вот... У него есть какое-то вот свое такое вот направление. Ну, вот шелковый путь. При том, что он достаточно нюдовый, на мой взгляд, он близко сидит к коже. Да, да, соглашусь с тобой, да. Вот на мой взгляд... Да, шелковый путь от Эдлопедус, возможно, то, с чем стоит познакомиться, если вас не смущает нота аниса. Очень интересная вещь. Ты же говорила о том, что не все чувствуют эту ноту аниса. Это же индивидуально тоже, про рецепторы, да? Ну, это кто-то чувствует, кто-то нет. Ну, мы же чувствуем. Для меня больше медовых цветов, вот таких вот медовых. И еще один аромат, который сильно выбивается из того, что у нас тут еще есть, это маленькая версия Сальвадора Дали Лагуна. Я очень хотела, чтобы ты с ним познакомилась. Хотя я понимала, что этот аромат не на каждый день, может быть, не на каждое настроение. Ну, вот какие у тебя от него впечатления? Знаете, для меня это легкий достаточно. Относительно это достаточно легкий аромат. И я его ассоциировала почему-то с отпуском. Я его даже... Он душистый, морской. Вот, 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 вот. Я его... А отпуск ассоциация, это все-таки море. Отдых вот такой. Вот я... Вот такое у меня ощущение, это лето, это отпуск. Вот там цветы и какая-то вот... Соленая какая-то. Да, что-то вот... Вот что-то такое приятное. Когда, знаете, вот, ты наплавался, там, да, принял душ. И вот тебе хочется освежиться. Потому что ты выходишь на прогулку, допустим. Тебе хочется, чтобы от тебя пахло приятно и легко в то же время, да? Вот он именно такой. Вот что я люблю парфюмерию от Сальвадора Дали. И, по крайней мере, у них есть такой вот основной костяк. У них душистые духи. Вот ты вот так вот его вдыхаешь и прям рахлоешься, чтобы он шел, 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 шел бесконечно. Да, 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 да. Прям вот даже затаять дыхание там, да, вот вдохнуть и замереть, и замереть, да. Вот есть у них такое качество. И они не тяжелые. Они совершенно... Вот я про ту ассоциацию, когда вот ты, да, вот эту душистость на себя. И вот ты на проводке... Да, но она не индольная, она не заслачивается, не закисляется. Она вот всегда... Не горчинки никакой нет, не кислоты, а именно вот такая легкость. Так. Ну, может быть тогда... Вот интересный тоже флакон. Очень часто хочется понюхать, когда ты приходишь в магазин, именно флакон тем притягивает. Не всегда ты получишь удовольствие, может быть, скажешь, ой, это не мой запах, но флакон, согласитесь, да, флакон притягивает, чтобы посмотреть поближе, понюхать. Ну, вот тоже новое знакомство было для меня, вот тоже Маша дала. Я купила Euphoria, это кто у нас? Это Euphoria Blossom цветочный, Euphoria цветка, что-то такое. Euphoria, да? Euphoria цветка. Я купила именно цветок, фланкер, потому что оригинальная Euphoria и там Deep Euphoria, ну, в общем, все остальные оригинальные фланкеры, они для меня были слишком какие-то удушливые. Ну, вот это был период в моей жизни, когда я вообще не воспринимала сладкие духи на себе, на маме запросто, на себе нет. Я думаю, ну, может быть, в цветочной Euphoria будет вот это вот сердце самой Euphoria, но она будет облегченная, та, которую я смогу носить. И для меня он действительно цветочный, но для меня он очень такой навязчиво-синтетически цветочный, поэтому я решила дать ему за тест маме. Что ты подумала? Ты его весь выдушила? Ну, во-первых, он уже был такой начатый, по-моему, да? Вы знаете, я бы не сказала, что этот аромат мой. Это не совсем мой аромат. Но я поняла, что я могу им душиться и летом, но только летом, потому что там есть какая-то остринка, холодинка цветочная такая. Но сказать, что химию, я вот там не поняла про химию. Ну, мне кажется, какие-то синтетические цветные, у них нет натуральности. Возможно, потому что ты говоришь, какая фантазия такая, вроде цветочный аромат ты чувствуешь, да, какой-то такой свежий, есть остринка. Но ты не понимаешь, что это за цветы. Вот, возможно, ты точно сказала, синтетическая какая-то созданность. Но все-таки я его додушила летом. Как раз очень они у меня. Этот аромат, с него началась и закончилась моя страстная любовь к розе. У меня тут огромный флакон, который я потом отдала маме, потому что поняла, что я им душилась просто до смерти, а потом меня как отрезала. И мама с удовольствием забрала у меня этот флакон Хлои. Это оригинальный, по-моему, парфюм с бежевым бантиком. Ну, расскажи, что ты думаешь про Хлою? Ну, вы знаете, конечно, что мы женщины, если что-то модно пошло там, да, то мы все хотим обязательно тоже подушиться и тоже это поносить. Это как вот первые духи приходили там, все хотели душиться там этими французскими первыми духами, да, другими духами. Вот это все-все-все всем нам нужно было. Либо опиум, либо там, да, маженуар. Так и когда появилась Хлоя, конечно, вот это вот наша сарафанная сережина, это Хлоя, Хлоя там. Знаете, очень приятный для меня этот цветочный аромат. Но я бы сказала, что это тоже не мой аромат. А вроде ты так ее любила, ой, мне так нравится Хлоя. А ты знаешь, на тот момент у меня как раз нужно было что-то... Полегче? Полегче, да. У меня были какие-то сладкие духи, и он пришелся как раз на эту волну популярности Хлои и на то, что я их душила-выдушила просто, ну, скажем, за весну-лето. Как тебе роза с мускусом здесь? Очень легко и приятно. Ну, мне даже вот я признавалась не раз в любви к сладким духам, даже вот самое первое, что я люблю сладкие духи, мне как раз вот не хватало какой-то вот тут мягкой сладости такой. Хотя очень достаточно приятно было душить с ними. Что ты хочешь следующее рассказать? Ну, вот тоже, допустим, если на тему говорить зеленых духов, вот таких вот зеленых свежих ароматов... Это яблоко. Это вот это яблоко, как оно, Машенька? Это Be Delicious. А, это версия Skin от Дона Кэрен, правильно? Кто это у нас? Да, Дона Кэрен. Это тоже... Это более нательная, видишь, это Skin, это кожа. То есть это более, видимо, нательная, более мягкая версия зеленого яблока, которая в то время была безумно популярна. Ну, это вот то же самое, это вот то же самое, что я могу сказать про Хлою, что это аромат свежести, на мой взгляд. И я с удовольствием с ним познакомилась, но это не тот аромат, который мне бы хотела иметь в своем арсенале, да. Ну, да, то есть ты выдушила и забыла. Да, и забыла, да. Вот просто оригинальный, оригинальный такой флакончик, подарок, да, флакон, вот я его оставила для коллекции вот такой памятных подарков. Ну, это вот так. Что у нас? И так у меня тоже история постигла Оскар де Ле Ренте бамбу, да, бамбук. Сейчас я вспомню. Такой тоже зеленый, травянистый. Ну, даже он мне больше нравился, чем зеленое яблоко. Бамбук тебе больше нравился? Даже больше. У него есть какая-то вот такая терпкость травяная. Травяная терпкость, ну, что-то еще такое более привлекательное было, да. Ну, вот тоже. Вы, наверное, многие тоже не знаете про этот парфюм, а есть такое. Да. Ну, это тоже летний-летний-летний аромат, летний парфюм, который вот хотелось душить только вот, когда тепло, когда хочется. Только легких таких приятных ароматов. Так. Ну, давай, может быть, так-то быстренько Сальвадор Феррагама. А это не Львзабе Тортен, да? Нет, это Сальвадор Феррагама. А, Феррагама. Это тоже такой пронзительно, если я правильно его помню, пронзительно-остро-цветочный аромат. Я его одно время очень любила, а потом в какой-то момент мне нечего казаться, что он на мне сильно горчит. Ты уже не помнишь, что это? Ну, ты видишь, его додушила. Ну, да, но он, по-моему, один из давнишних в коллекции флаконов. Таких, вот такое я любила раньше очень. Вы знаете, я могу просто сказать, что для меня он остался таким... Проходящим? Проходящим, да. Ну, хорошо, значит, и не будем на нём фокусироваться. Да, проходящим. Кельвин Клайн. Этернити Вумен. Это тоже, вы знаете, это такой аромат был, который можно было на каждый день душиться. Он был лёгкий, каждодневный, но тоже более летний. То есть, я понимаю, для тебя всё, что не восточно-сладкое, всё такое лёгкое-летнее? Ну, так получается, да, что вот тут вот эти разные сочетания фантазийных, цветовых, вот, да, знакомых. Ну, да, я собой согласна, он приятный, но вот тоже я не могу, мне ничто здесь не цепляет, ничто не запоминается. Вот, допустим, как мы скажем, что я не могу даже вспомнить, но я помню, что вот, да, это было приятно, это был подарок, мне приятно было душиться, но я не запомнила его, так, чтобы хотелось вернуться, вот даже, допустим, как в той же Маруси, да? Мне не захотелось, как бы, ещё что-то к этому вернуться. В общем, да, Кельвин Клайн, Eternity Woman in Ferragama, я уже не помню, как он тут назывался, трудно прочитать. В общем, было приятно, но вспомнить не о чем. Ну, Марка, как бы, тоже достаточно на слуху, да, но очень... Этот аромат тебе, по-моему, нравился. Этот мне очень нравился. Этому аромату тоже, наверное, уже года два прошло, да, когда Daisy... Это у нас Daisy от Марка Джейкобс. Я тебе даже купила его фланкер, по-моему, я тебе два раза его покупала, да? По-моему, у тебя было два флакона, нет? Нет, нет, по-моему... То есть был один вот этот, и я купила тебе фланкер. По-моему, да. Ну, цветы, белые цветы, белые цветы. Интересно, что вот для тебя Daisy он особенный, а вот другие цветочные, которые мы до этого рассказывали, они тебе совершенно не запомнились. Ну, наверное, что какая-то нота, которая вот кажется тебе особенно близкой, вот среди этой фантазии цветочной, да, что-то особенно тебя покоряет. А в другой фантазии, да, как-то она проходит мимо тебя. Но мы тоже повторимся, говоря о том, что мы по-разному, да, чувствуем, что-то вот Маша чувствует анис, а я чувствую, допустим, медовые цветы. Ну что же, это, в общем-то, все флаконы, вся коллекция флакончиков. Конечно, подарков было больше, но какие-то из подаренных флаконов, выдушенных, я передарила флаконы, не духи флаконы, передарила своей приятнице, потому что она тоже любительница красивого стекла и флаконов. У нее тоже есть своя коллекция. Но потом я решила, думаю, нет, надо все-таки мне такой красотвор в себе оставлять. Вот то, что сохранилось. Мы с удовольствием поделились с вами теми приятными воспоминаниями. И надеюсь, что наши воспоминания, может быть, вам помогут, если вы захотите тоже для себя что-то выбрать и познакомиться с тем, чем вы еще не душились, да. А вот мы вам немножко рассказали о своих впечатлениях приятных. Мам, у меня к тебе такой вопрос. Сколько флаконов духов у тебя в среднем выдушивается за год? Потому что я вот раньше, у меня всегда было много духов, я это дело любила, с самого-самого-самого раннего студенчества. И я замечала, что у меня духи уходили значительно медленнее, чем у тебя. Ты вот выдушивала только на так. Сколько, как ты думаешь, у тебя выходит пустых флаконов за год? Ой, я даже никогда и не задумывалась над этим. Ну, примерно. Два, пять, десять. Ну, три-то точно. Три точно за год. То есть три-пять. В зависимости от того, сколько там миллилитров, да, еще миллилитров, да. Как-то вот, допустим, Сальвадор Далю у меня прям вообще как-то за лето прям даже ушел и все. Ну, я просто заметила, что ты делаешь по шесть-десять пшиков иногда. Ну, три как минимума. Три как минимума. Раз, два, три. С бокару тебе не покупать, понятно. Запись делала ментальную. То есть жесткую нишу тебе покупать нельзя. Ну, что же, надеюсь, вам понравилось это видео. Мы постарались вам рассказать в общих чертах, не углубляясь в ноты, просто о каких-то своих общих впечатлениях. Может быть, какие-то воспоминания их связанные с духом. Да, у нас приятные воспоминания, а для вас, может быть, вот новые какие-то духи. Или что-то вспомнить старое знакомое, или, может быть, что-то новое узнать, о чем вы раньше не слышали. Лично я для себя, смотря на всю эту коллекцию, открыла три парфюма, которые я хочу заново для себя открыть. Познакомиться с ними заново. Это Маруся от Славы Зайцева. Это Руж от Гермес. И, ну, я не буду этого делать, потому что я не люблю Анис, но меня очень удивил своей тихой оригинальностью шелковый путь силу Куэй от Эдла Пидус. А меня, ты знаешь, удивил, когда я понюхала Гермес. Потому что там осталось, которое не выдушивается вот там, да, немножечко, что они действительно стали интереснее, вот на мой взгляд. Я помню, что у меня какая-то горчинка все время там останавливала. Это может быть еще на коже раскрывается по-другому, нежели в бутылочке. Может быть, что они интереснее. Подожди, подожди, ты про эти говоришь? Нет, про это. Именно про Гермес? Да, про Гермес. Нет, 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 не про эти. Эти как были вот такие. Сахарные какие-то, да? Да, пудра, сахар, что-то такое нет. А вот этот, который мне поначалу, да, я не каждый раз могла себе позволить, а почему ты думаешь, а Маша права. И ощущение меняется, и вкус к аромату. Согласна, да. Так что мы с тобой сейчас с этим познакомимся. Отлично. Я все записала здесь, все записано в моей большой книге. Ну все, ребят, спасибо вам большое за внимание. Еще раз поздравляю вас с Новым годом, с новым счастьем. Да, я надеюсь, что у вас хорошо прошли зимние праздники, и вы уже вернулись к своим делам, к своей жизни, к своим хобби, интересам, и людям, с которыми общаетесь на работе и дома с большим энтузиазмом. Спасибо вам большое за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, впечатления, не знаю, хотите поделиться какой-то информацией, обязательно оставляйте комментарии внизу. Все, спасибо. Спасибо. И до встречи в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok